Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро Два Сейдавича и я, Елена Чехомова. Смотрите в этом выпуске. Меньше денег на здравоохранение, больше на модернизацию Победилова. Как распределяют бюджетные деньги? Понимаем, что у нас есть те обязательства, которые мы в бюджет сейчас отразить не можем. Будьте пешком ходить. Завтра поставлю его к забору и все. Скажу нафиг. Чем дышим? Эколи проверили, насколько автобусы загрязняют воздух. Будет голова кружиться, говорите, хорошо, больше не беспокоит, не молчите, не стесняйтесь. Пожертвовать свою кровь по долгу службы. Полицейские стали участниками акции «Стань донором». У Никиты Белых теперь один первый заместитель. Сегодня депутаты областного парламента утвердили на эту должность кандидатуру Романа Антонова. Новый член правительства родом из Нижегородской области. До этого работал там в аппарате законодательного собрания. А также был главным федеральным инспектором по Пермскому краю. В Кирове Антонов сменил на посту двух бывших первых заместителей. Дмитрия Матвеева и Сергея Щерчкова. Правда, утвердили его кандидатуру после продолжительных споров. Но в итоге большинством голосов. Не меньше споров вызвал и второй вопрос, что был на повестке заседания. Обсуждение бюджета на этот год. Подробности у Ирины Сырцевой. Первое в этом году совещание и первые споры. Бюджет в 2014-м несбалансирован, сразу отметили депутаты. Большая денежная помощь в очередной раз запланирована для крупных компаний. Среди них, например, аэропорт и ипотечная корпорация. А у Рязани коснутся социальных сфер. При этом вы увидите, что все статьи 663,5 миллиона рублей, это сокращение расходов, касаются фактически всех департаментов образования, здравоохранения, культуры и все прочее. Интересовало депутатов и то, как расходуются уже выделенные деньги. Валерий Туруллы пытался наглядно доказать, что неправильно. На картинках со стройки промышленного парка в Яцких полянах. До сих пор на площадке пустырь. Ситуация, признался исполняющий обязанности губернатор Никита Белых, удручает и его. Но правительство пообещал постараться учесть все замечания. Мы понимаем, что у нас есть те обязательства, которые мы в бюджет сейчас отразить не можем в силу такой сбалансированности. То есть это касается и 300 миллионов по сельскому хозяйству, это касается и поддержки местных инициатив. Сюда же можно отнести как раз и те деньги, которые мы в случае, если появятся дополнительные деньги, а мы сильно на это надеемся, мы, естественно, будем их закрывать. И что касается сельского хозяйства, и там дополнительно по местным инициативам, которые были также сокращены. А вот возмущение депутата Владислава Гукасова вызвало цифры, которую не обсудили ни на одном из комитетов. В графе Департамента финансов Киевской области в статье сокращения расходов, если у кого есть таблицы, прошу посмотреть, в статье сокращения расходов запрятана сумма с плюсом 52 миллиона 700 тысяч рублей. По целевой статье на выплату персоналу, то есть на зарплату и премию. Эти деньги действительно планировались на зарплату представителей исполнительной власти, не отрицала глава Департамента финансов. Удивило Елену Ковалеву только то, что на предварительных слушаниях про эту цифру не говорил и сам депутат, видимо, ожидая заседания более масштабного и обсуждаемого. Не нужно вот в этой ситуации ничего передергивать. 52 миллиона были сокращены заработной платой, которая предварительно предполагалась действительно направить на увеличение. Такое решение было не принято, и, соответственно, средства сокращены. Деньги эти пока в резерве. Пойдут они на повышение зарплат бюджетников, согласно указу президента. А сам бюджет в итоге, еще немного поспорив, утвердили депутаты большинством голосов. Ирина Сырцева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича. А кировские экологи сошлись во мнении. Пазики сильно загрязняют воздух в городе. Сегодня они отправились в очередной совместный рейд с дорожными полицейскими, чтобы проверить устроенные нарушения, что были выявлены еще осенью прошлого года. Насколько автобусы отравляют воздух в Кирове. Материал Елизаветы Халиковой. Газ. Отпускайте. Сейчас непосредственно будем проводить замер. При помощи измерителя дымности отработанных газов или проще дымомера, экологи проверяют, насколько сильно загрязняют воздух выхлопные газы кировских автобусов и сколько вредных веществ в них содержится. По словам специалистов, для человека даже небольшое их превышение опасно. Могут быть заболевания легких любые, астматические заболевания, вплоть до рака. То есть с этой копотью помимо там может быть оксиды азота, углерода и так далее. Много сейчас вообще выбросов автобусов. Сегодня сотрудники ГИБДД вместе с экологами решили проверять только так называемые пазики. Уверяют, последние такие рейды показали. Большие автобусы экологии не вредят. Пазики же наоборот. У каждого второго нарушения. Средний 6,36 по коэффициенту поглощения. А допустимо всего 3. И как ни странно, за то, что автобусы дымят ядовитыми газами, отвечать должны водители. Поскольку именно они управляют неисправными транспортными средствами. Те, в свою очередь, вины не признают. Уверяют, работают на том, что дает начальство. А неисправных машин в автопарке сейчас большинство. Будете пешком ходить. Вот завтра поставлю его к забору и все. Скажу, нафиг, не буду, поеду. Пока не проверите, пока двигатель новый не поставите, пока прошу. Ну и все. Там, что еще нужно. А если сейчас все проверить, половину их можно поставить, с рак забора. 90 процентов. 10 останется. Все. Это треть не первые, которые сотрудники ГИБДД проводят совместно с экологами. И по их словам, несмотря на возмущение водителей, результат от проверок есть положительный. Транспортные средства были не соответствовали данным требованиям. То вот сейчас мы замерили, автобус соответствует. То есть, произвели определенные настройки насосов и так далее. То есть, исправили транспортное средство. Естественно, нормативы выброса у него снизились. То есть, в принципе, налицо та работа, которая была проведена. Специалисты пообещали, такие проверки они будут проводить и дальше. Считают, только с помощью штрафов можно добиться, чтобы воздух в городе стал чище. Добиться, чтобы реабилитация детей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, приносила больше результатов, решили медики и педагоги из разных районов области. Сегодня они отправились в необычное путешествие с Земли на Марс и обратно. В Кировском детском реабилитационном центре для них провели необычную экскурсию. Как помогают в работе с малышами путешествия по Вселенной и шоколадные цветы. В сюжете Дмитрия Жатурчука. Итак, я нажимаю и мы с вами полетели в космос. Представьте себе, что мы летим, летим и все вокруг нас. Звезды. Легкая музыка, соответствующее освещение. Несколько слов от специалистов. Дорогу и девять сосработников районных реабилитационных центров, не вставая с мягких диванов, унеслись на Марс. На себе пытаются ощутить, что испытывают дети с ограниченными возможностями в сенсорной комнате. В областном реабилитационном центре дети проходят здесь сеансы психологической разгрузки. Педагог Мургинского дома-интерната Ольга Койкова теперь уверена, метод действенный, успокаивает, детям будет полезен. Что-то подобное есть и в ее интернате, но тут своя методика релаксации. Ее сосработники с районов и возьмут на вооружение. Вот сейчас расслабленная. То есть удалось перенестись на облако? Да, да, да. Удалось перенестись на облако и полететь на космическом корабле в космос. Ну вот еще такое предложение. Если бы еще был запах цветов, то было бы все отлично. Сейчас я предлагаю вам сделать вот такие вот листочки к нашему тюкбанчику. Мы с вами берем темно-синюю бумажку. В другом кабинете центра сотрудники районных отделений по реабилитации детей перенимают очередной опыт своих кировских коллег. Здесь расслабляться некогда. Идет развитие моторики рук. Тем же самым занимаются и дети в центре. Создают бумажные цветы. С шоколадными – это ради интереса – бутонами. Очень интересно. Я думаю, что мы будем принимать у себя в центре. Детям будет интересно все вместе поработать. Конечно, это коллективно. Вкусные конфетки завлекают наших. Я думаю, с удовольствием будут. День открытых дверей в областном реабилитационном центре проходит регулярно. Руководство уверено, специалистам с районов здесь есть чему поучиться. Не везде есть педагог по труду, профессиональный дефектолог или психолог. Их новаторские техники и будут применять на практике эти соцработники. Дмитрий Житарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей ДАВИЧ. Оплачивать ликвитанции – таким вопросом задались те, кто проживает в Ленинском районе. Жители тысячи домов смутили объявления, которые появились на их лестничных площадках. Оплачивать ли счета и по каким реквизитам? Об этом в следующем сюжете. Тут вот как написано, когда счет квитанции было, никаких квитанций не было. Фаина Ивановна в растерянности. В подъезде объявление от управляющей компании Ленинского района. Написано, могут прийти отдельные квитанции за воду от кировских коммунальных систем. Мол, оплачивать их нельзя. Платить только по общей квитанции. Пенсионерка – ответственный плательщик. Послушалась. Я вот так и буду по всем данным смотреть. Смотреть здесь, какие эти реквизиты. Так и буду платить по таким только. В управляющую компанию? Да. Только в какую компанию? В управляющую компанию Ленинского района или управляющую компанию Ленинского района города Кирова? Дело в том, что еще в прошлом году организация «Должник» учредила новую. Причем с тем же названием, только без привязки к городу Кирова. По документам, новая компания дома не обслуживает, но деньги собирать планирует. А из-за сходства в названии кировчане разницы не видят. Управляющая компания Ленинского района объявление расклеила, он ситуацию не комментирует. А вот в кировских коммунальных системах нам рассказали. Долг перед этим предприятием у управляющих организаций Кирова 220 миллионов рублей. При этом 53 миллиона из них именно у управляющей компании Ленинского района города Кирова. С новоиспеченной же компанией здесь договор не заключали. По данным ККС, новоиспеченная организация не присылает сюда необходимые документы. Зато именно сюда обращаются кировчане с вопросами, куда теперь платить, и не пропадут ли многомесячные выплаты прежней компании, верит ли управляющим организациям. Здесь констатируют, многие жители после расклейки объявлений решили не оплачивать квитанции в новом году. Это, в свою очередь, мешает работе кировских коммунальных систем. У нас есть все законные основания выставить потребителям отдельную квитанцию за услуги водоснабжения и водоотведения. Здесь мы наткнулись на категорический отказ со стороны управляющей компанией Ленинского района, результатом которого стали вот эти объявления. Однако в прокуратуре Ленинского района считают, руководство кировских коммунальных систем не имеет права выставлять счета кировчанам, так как договоров с ним не заключало. А со стороны жителей отказ от оплаты – шаг неверный, считает прокурор района. Нужно паниковать. Управляющая компания Ленинского района счета выставляет, и эти счета необходимо оплачивать. Поскольку счета выставляются у нас в МОУПРИЦ, они же производят расчеты, и денежные средства, согласно договору, должны будут перечислены быть ресурсоснабжающей организации. В данном случае это ККС. А правильно ли они в итоге будут расходоваться управляющими компаниями Ленинского района, новый и старый будет контролировать прокуратура. К другим новостям. Сегодня более ста сотрудников полиции отправились в больницу. В лечебном учреждении своего управления они приняли участие в акции «Стань донором». Добровольно или по долгу службы? Расскажем далее. Объем 400 мл, время забора крови не более 15 минут. Это то немногое, что, образно выражаясь, потеряют сотрудники полиции сегодня в своей специализированной больнице. Ради благой цели. Акции по сбору донорской крови здесь проходят регулярно. Являются в процедурный кабинет сотрудники управления МВД, по-полицейски организовано, группами, и многие уже не первый раз. Если будет голова кружиться, говорите хорошо, будет что-нибудь беспокоить, не молчите, а не стесняйтесь. За теми же, кто кровь сдает впервые, особое наблюдение. Хоть полицейские люди в большинстве своем не особо впечатлительные, но оттока крови с непривычки дурно может стать и бывалым бойцам. Первый раз. Плани, отпусти, пожалуйста. Поднять. Так, мы же вам работаем. Только за первый час работы сотрудники Центра переливания крови успели принять более 50 полицейских доноров. Ожидают же более 140 человек. Такому наплыву здесь только рады, тем более, что полицейские доноры у медиков всегда были на хорошем счету. Ну, я бы не сказал, что прямо именно более стойкие. Но нормальный донор, хороший. Как бы мало таких случаев, чтобы было кому-то плохо. Все доноры в основном уже повторные сдают. Ну, бывает и единичные. Но все нормально проходит, как бы в плановом режиме. Вся кровь после забора отправляется на дополнительное исследование. А после будет распределена практически по всем больницам города. Доноры же получат дополнительный выходной. Дмитрий Житарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей Давичу. Сегодня в Кирове загорелся троллейбус. Это произошло в 9.20 утра на Октябрьском проспекте рядом с остановкой ЦУМ. Но к моменту, когда на место прибыли пожарные, возгорание уже было ликвидировано. Затушить огонь водитель сумел самостоятельно. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправности печки в салоне троллейбуса. О том, что еще произошло в городе и области, расскажем в коротком видеообзоре. 13 подрядных организаций и ряд управляющих компаний Кирова штрафуют за плохую уборку снега. Такое решение сегодня приняли городские чиновники. Кроме того, они собрались составить список самых проблемных участков. Оценивать будут состояние парковочных карманов, автобусных остановок, а также места массового отдыха людей. Причем проверять выбранные участки собираются ежедневно. Среди основных причин, по которым город плохо чистят от снега, руководители ответственных служб назвали оставленные во дворах и на обочинах дорог машины, что мешают качественной уборке и недостаток дворников. Вечерняя и бирюзовая появятся в Кирове. Эти названия для новых улиц горожане одобрили. Таков результат опроса, что был проведен в столице региона. Теперь окончательное решение о названиях будущих улиц будут принимать 26 февраля на заседании Гордумы. В городе Вятские поляны появится новая дорожная разметка. Устранить нарушение местную администрацию обязала межрайонная прокуратура. С ноября статистика автоаварии с пострадавшими и погибшими в городе резко возросла. Причины – отсутствие горизонтальной разметки и разбитый асфальт на дорогах. За отведенный срок вятскополянские чиновники эти проблемы так и не устранили. Теперь должны нанести разметку на дорогах к концу зимы. Сейчас короткая реклама, и вот что вы увидите сразу после нее во второй части выпуска. Ветеранам и бойцам нынешним праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в областной филармонии. Первым прийти к финишу. Какие рекорды ставили кировские студенты на лыжных гонках? Ход, еще ход. Стражи порядка сыграли в шахматы. Вы смотрите «Дайвич» и мы продолжаем выпуск. Сегодня бывалых защитников Родины и тех, кто служит сейчас, поздравили в областной филармонии. Там прошел концерт, посвященный 23 февраля. На нем побывала Елизавета Харькова. Еще сотни человек собрались сегодня в зале филармонии. Для ветеранов, офицеров, солдат, а также членов общественных объединений было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Началось оно с внесения в зал знамени внутренних войск, а также исполнения государственного гимна военно-духовым оркестром. Порадовали собравшихся и детские музыкальные коллективы, которые исполнили песни военных лет. В торжественном мероприятии также принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых. Он поблагодарил ветеранов и тех, кто сейчас несет службу. Уважаемые друзья, ваша служба, ваша плодотворная деятельность на благо страны и родного края, ваши высокие личные качества являются опорой стабильного развития общества. От вас зависит сила и могущество нашего государства. Защитник Отечества всегда был и будет для жителей области примером выдержки, отваги и чести. Уже второй год в программу универсиады студентов высших учебных заведений области включены лыжные гонки. И если в 2013 участие в них приняло всего две команды вузов, то в этот раз за право получить путевку на всероссийский старт боролось уже шесть сборных. Посмотреть, кто придет к финишу первым отправилась и Марина Крашененникова. Эти соревнования по лыжным гонкам – первый тур Всероссийской зимней универсиады. Здесь выявляются самые быстрые в области, как в личном, так и в командном зачете. На лыжню выходят не только студенты-профессионалы, но и те, кто от большого спорта далек. Я занимался очень давно, потом было дело прекращал, и сейчас так для себя его тут за институт попросили выступить, я выступил. Конечно же, нужно готовиться ко всем этим стартам, а так бежишь как можешь. Явным лидером старта является Вятский государственный гуманитарный университет. В мужской эстафете он выставил сразу два состава. Кстати, прийти к финишу первым студентов мотивирует не только спортивный азарт. У нас есть повышенная стипендия, одно из направлений, которое как раз спорт. Это вот студенты, включая и городские соревнования, и региональные соревнования, и областные. Это они те соревнования, в которых выступают и занимают какие-то призовые места. Данное соревнование вносит потом в таблицу недавних достижений, которые влияют на назначение спортсовершности. В личном первенстве победителями стали Ирина Ситникова и Роман Конев. Золото эстафеты и среди мужчин, и среди женщин. У атлетов Вятского государственного гуманитарного университета. Марина Крашенинникова, Алексей Стахеев, Бюро новостей ДАВИЧ. Кировские лыжники держат высокую планку. Золотую медаль первенства России среди юношей и девушек завоевала вятская спортсменка Анна Русских. В этих соревнованиях участвовали более 400 лыжников из шести округов России. О других новостях спорта расскажем в коротком видеообзоре. Подведены итоги областной спорта геады учащихся по баскетболу среди юношей 14-15 лет. В соревнованиях принимали участие 12 команд. 9 из регионов области и 3 кировские. Первое место заняли спортсмены из Котельнича. Вторыми стали кирово-чепецкие баскетболисты. Бронза у игроков Слободского района. Кировские тэквондисты вернулись из Перми, где проходило первенство Приволжского федерального округа. За победу сражались 350 спортсменов из Пермского края, Башкирии, Удмуртии, Кировской и Свердловской областей. Конкуренция была серьезная, но наши ребята показали хорошие результаты в разных дисциплинах и завоевали пять золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей. В Кирове завершились соревнования по шахматам среди сборных команд, правоохранительных и контролирующих органов Кировской области. Они были посвящены предстоящему Дню Защитника Отечества. Турнир проводился по швейцарской системе, где сражения проходят без выбывания и позволяют для определения победителей обойтись небольшим числом туров при большом количестве участников. Кстати, каждому игроку для обдумывания было предоставлено 15 минут на партию, и в случае окончания времени зачислялось поражение. Первое место у команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей Давиджа по телефону 38 48 88. Новости Давиджа вы можете также увидеть на сайте девятка.ру в разделе СТС 9 канал. На этом я с вами прощаюсь. Студия работала Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Генеральный партнер Бюро новостей Давиджа официальный дилер Volkswagen TSK Motor. Благодарим за поддержку сеть магазинов Кристалл Электро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова